Здравствуйте! С вами Торгулаев и я Ида Сергараева. 1 сентября – День знаний, а значит торговый в очередной раз распахнул свои двери для студентов. Каждый год у памятника Мухаммеда Хайдара Дулати, имя которого носит университет, в День знаний вовстречает тысячи первокурсников и почетных гостей с теплотой и яркой шоу-программой. Ректор Торгу Махмед Халисарбеков поздравил всех студентов с Днем знаний и отметил, что одна из важных задач нашего университета – высечь искры таланта у молодых и поддержать их творческие способности. От всей души поздравляю вас с Днем знаний. В очередной раз мы на пороге нового учебного года, новых свершений и новых открытий. Мои особые поздравления первокурсникам, для которых наступило замечательное время студенчества, период интеллектуального и личностного роста. Почетным гостем праздника стал начальник аппарата Кима Жамбулской области Рахмет Эльдар Рахман Бердиев. Тарасский государственный университет является ведущим вузом не только Жамбулской области, но и всего южного региона. Ваш плодотворный труд носит неоценимый вклад в развитие региона, подготовку высококвалифицированных специалистов, воспитание молодого поколения. Студент первого курса факультета нефтегаза и механики Никита Самойленко получил из рук ректора студенческий билет, а ключ знаний был вручен студентке первого курса факультета гуманитарно-социальных наук Салтанат Букешевой. Никита и Салтанат от имени всех студентов дали студенческую клятву. Факультет экономики, бизнеса, торгу давно зарекомендовал себя кузнецей высококвалифицированных экономистов, менеджеров и финансистов. Многие работники финансовых учреждений не только Жамбулской области, но и всего южного региона – это выпускники торгу. 1 сентября для студентов факультета экономики и бизнеса начался по-новому. Состоялось торжественное открытие пятиэтажного учебного корпуса. На торжественном открытии учебного корпуса присутствовали представители финансовой отрасли, крупных предприятий южного региона, а также профессорско-преподавательский состав. После церемонии перерезания красной ленты гости мероприятий совершили экскурсию по корпусу, где находятся пять кафедр факультета, аудитории, компьютерные залы, библиотека фонда, которая составляет более 10 тысяч книг, а также отделение Нурбанка и Цеснабанка. На первом этаже расположен читальный зал, на втором этаже открыт специальный кабинет, где областные отделения Нурбанка и Цеснабанка будут производить различные финансовые операции. А для студентов-финансистов он станет местом для прохождения практики. В новом учебном корпусе нашлось место и для минных аудиторий ученых-преподавателей Алданы Шанурымова и Ергали Уркунчиева, внесших значительный вклад в дело подготовки специалистов в области экономики. После небольшой экскурсии по корпусу ректор торгу Махмед Алисарбеков провел встречу с гостями мероприятия, в ходе которой представителям предприятий и учреждений были вручены благодарственные письма ВУЗа за весомый вклад в установление двустороннего сотрудничества и подготовку специалистов. Также свою благодарность выразил студент 4-го курса факультета экономики и бизнеса Бигбалат Каир. Я знаю, что не каждый университет таким может похвастаться. Я имею в виду отдельным зданием для факультета экономики и бизнеса. И скорее всего, точнее не скорее всего, я надеюсь, что наши студенты будут использовать полученную возможность по благо и будем исследовать все тайные закоулки экономических специальностей. Газета «Университет ТНС» принимает поздравления. Периодическому изданию ВУЗа исполняется 20 лет. Подробнее расскажет Балнура Шимбай. Вот и подошло время юбилея газеты «Университет ТНС». На протяжении 20 лет журналисты редакции «Университет ТНС» трудятся не покладая рук над созданием газеты, в которой отражается разнообразнейшая жизнь университета. «Университет ТНС» – это университетская газета с многолетней историей. Первый ее номер вышел в сентябре 1996 году. Ее первым редактором более 10 лет был Габит Туякпаев, а с 2010 по 2015 год руководство газеты сделало на себя Галия Бурамбаева. В настоящее время газету возглавляет известный в области журналист Полат Мауленов. Со временем создания газеты менялось не только ее руководство, но и дизайн, объем и тираж. Первые номера газеты выходили тиражом 2500 экземпляров в черно-белом цвете. В сентябре 2002 года газета стала цветной, а в 2013 году объем увеличился до 8 страниц, тиражом 2000 экземпляров. Желаем дружному коллективу редакции газеты «Университет ТНС» успехов на профессиональном поприще, новых интересных публикаций, оптимизма во всех благородных делах и начинаниях. Мы с коллективом делаем все, что в наших силах. Открываем новые рубрики в газете, на страницах которой можно найти все новости университета. Впереди у нас много планов. Чтобы их осуществить, я и коллектив редакции будем трудиться, не покладая рук. Я желаю сотрудникам газеты творческих успехов. И я очень надеюсь, я верю в то, что газета «Университет ТНС» станет любимой газетой наших преподавателей и студентов. Поздравляю «Университет ТНС» с 20-летием. Желаю им творческих успехов, процветания и всех благ. Голландские студенты-изобретатели из технического университета Эндховена посетили торгу имени Мухаммеда Хайдара Дулатси в рамках проекта «Сторм Эндховен». Спасибо, Аида. 6 сентября в торгу группа голландских студентов провела презентацию первого туристического электрического мотоцикла «Сторм», который в рамках международного проекта «Сторм Эндховен» студенты-изобретатели организовали кругосветное путешествие за 80 дней вокруг света. Целью мероприятия в рамках международного проекта «Сторм Эндховен» является демонстрация инновационного потенциала экологически чистых средств передвижения, экологического транспорта и популяризации технологий альтернативных источников энергии. Маршрут путешествия вошел и Казахстан, но всего два города Алматы и Тарас приняли в нем участие. Разработка уникального мотоцикла «Лучшие студенты технического университета Эндховена» приступили в 2014 году. В команду проекта входят 25 лучших студентов. Торго имени Мухаммеда Хайдара Дулати, как ведущий в ВУЗ Казахстана, стал частью уникального путешествия голландских студентов-изобретателей. На базе торго путешественники смогли зарядить электроаккумуляторы мотоциклов. Руководство ВУЗа организовало им встречу со своими студентами с презентацией туристического электромотоцикла. Поддержка Тарасским государственным университетам данного проекта, в свою очередь, является хорошей возможностью для сотрудничества в будущем, тем более голландские изобретатели ищут единомышленников. Запасы ископаемого топлива не будут длиться вечно. В мире завтрашнего дня виды личного транспорта претендуют стать более устойчивыми и экологическими. Электрические транспортные средства уже сегодня могут заменить обычные автомобили во всем мире. Развивая первый электрический мотоцикл и привлекая как можно больше интереса к туру по всему миру, «Сторм» стремится продемонстрировать миру потенциал электрической мобильности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА